1 августа 2016 года в силу вступил временный закон 3251, позволяющий украинцам растамаживать автомобили по льготным ценам. Диванные эксперты отнеслись к этому закону скептически и прогнозировали, что такие изменения никак не повлияют на рынок поддержанных автомобилей в Украине. И действительно, в первое время, пока еще не все поняли, как правильно юзать эту тему, ситуация особо не менялась. Но уже в первых 8 месяцев 2017 года в Одесском порту было растаможено 4368 автомобилей, а затем в период сентября по декабрь еще 6151 автомобиль. Сейчас же только в Одесском порту около 75 автомобилей ежедневно проходят растаможку, а компании, которые предоставляют услуги по доставке машин из США и их растаможку выросли как грибы. Самым популярным местом для покупки машин за границей стали аукционы в Соединенных Штатах Америки. И невзирая на дороговизну доставки машины с Америки и необходимость ее ремонта, так как там покупают битые автомобили, такой способ покупки пришелся по душе нашим людям, так как позволяет сэкономить несколько тысяч долларов по отношению к внутрирыночным ценам. Самыми популярными машинами для пригона из Америки стали Ford Fusion, он же Mondeo, Kia Sorento, Honda Civic, Volvo S60 и Nissan Leaf. Но есть и другой топ-5, которому я доверяю больше. В нем на первом месте находится все тот же Ford Fusion Mondeo, на втором Volkswagen Passat, на третьем Nissan Rogue, он же Nissan X-Trail, на четвертом Kia Optima и на пятом Volkswagen Jetta. Два эти топа немного противоречат друг другу и поэтому с вопросом, каким именно американским автомобилям украинцы отдают предпочтение, мы отправимся в компанию, которая осуществляет доставку автомобилей из США. Также я хочу задать там вопрос, что ждет подобные компании после того, как закон прекратит свое существование. Подведя итоги работы компании за год, для себя мы вывели топ-5 моделей, которые наиболее востребованы на рынке Украины. Безусловно, сюда входят BMW X5, Ford Fusion, Volkswagen Passat, Audi Q5 и BMW 328. Что касается закона льготной растаможки, на сегодняшний день ничего кроме слухов конкретного нет. Наша компания уверена в том, что льготы для нашего населения будут продлены и мы сможем все так же привозить машины по льготным тарифам. Для тех, кто все-таки боится и опасается в том, что в срок можем не успеть по действии старого закона, мы предлагаем альтернативу это рынок Грузии. Срок логистики до 10 дней и клиент получает абсолютно целый автомобиль. От себя могу заверить, что льготы для нашего населения в любом случае будут продлены. В общем, как говорится, сколько людей, столько и мнений. И у каждого свой топ-5 автомобилей из Америки. Но в одном из этих топов есть такая машина, как Honda Civic. И, собственно говоря, перед нами находится данный образец. Конкретно этот автомобиль с сильно поврежденной дверью, а также с незначительными повреждениями переднего, заднего бампера и крышки багажника, был куплен на аукционе в США всего за 3,5 тысячи долларов. Его растаможка и доставка в Украину составила еще 6,5 тысяч долларов. Итого 10 тысяч долларов это была стоимость немного битого, но все же растаможенного автомобиля в Украине. И примерно еще около 2 тысяч долларов понадобилось на то, чтобы привести машину в такое состояние, в котором мы видим ее сейчас. Таким образом, Honda Civic 2013 года с объемом 1,8 на автомате обошлась своему владельцу в 12 тысяч долларов. Вместо 14, как эта машина стоит на внутриукраинском рынке. Правда, машинку немножко пришлось подождать из Америки и заняться ремонтом дверей. Хотя повреждения дверей это не самые частые повреждения, которые встречаются на автомобилях, купленных на аукционах в США. О том, какие чаще всего повреждения встречаются на автомобилях, пригнанных из США, нам расскажет специалист компании, которая занимается восстановлением таких автомобилей. Чаще всего к нам автомобили попадают с повреждениями в передней части, такие капоты, фары, бампера, крылья передние и передними панелями. Но бывают такие случаи, пока автомобиль плывет в Украину, он где-то в порту, либо у нас, либо в Америке получают дополнительные повреждения, которых не было на фото до этого. Вот, к примеру, у нас есть такая Audi A4. Неплохая машинка. Купилась на аукционе с небольшим повреждением. На фото с небольшим повреждением. По факту, что имеем? Отсутствие очень многих запчастей, передних фар, решетки бампера. Усилитель бампера поврежден, идет под замену. Капот, к сожалению, не рихтуется, а только под замену. Хотя хозяин, когда оценивал машину по фото, он планировал рихтовку. Но, к сожалению, тут только замена. Повреждены передние крылья. Когда автомобиль пришел к нам, мы заметили, что уже были заменены какие-то частичные запчасти. Радиатор кондиционера, основной радиатор и передняя панель. Так и неизвестно, в Америке эта работа производилась, или у нас. Наверное, в порту таким не занимаются. Скорее всего, что в Америке. Ходят слухи, что сидят наши люди, нашего, так скажем, постсоветских стран и занимаются такой работой. То есть частично укомплектовывают автомобиль для визуального восприятия, мол, повреждения не особо сильные. И правильно фотографируют, а человек уже смотрит. Да, вроде бы ничего, неплохой автомобиль можно брать. А по факту имеем скрытые повреждения. К тому же хозяин показал нам на один дефект. На правом пороге мы видим повреждения, на фото его нет. Скорее всего, это было при погрузке автомобиля, задето каром. Точно так же на заднем левом крыле такое же аналогичное повреждение. Это несет за собой дополнительные денежные затраты. Еще есть один неприятный момент. Сила удара была настолько большой, что постреляли подушки. Даже, честно говоря, смотрел я фотографии с аукциона. Левую шторку они на аукционе хитро припрятали. На руле была заметна, а потолочная на фото, к сожалению, не была видна. Если очень сильно хорошо увеличивать, то, в принципе, можно было рассмотреть. Но когда человек хочет купить автомобиль, и он весь в эйфории, многих вещей он не замечает. По салону что там тоже есть? Куча запчастей. Собери этот пазл сам. Несмотря на небольшие кажущиеся повреждения, нам нужно докупить очень много запчастей и покрасить все, кроме четырех дверей, крышки багажника и крыш. В общем, как говорится, во всем есть свои плюсы и минусы. И заказ машины из США в данном случае не является исключением из правил. С одной стороны, приобретая битую машину на аукционе в Америке, мы можем сэкономить несколько тысяч долларов, получить машину с минимальным пробегом и с хорошей комплектацией, которые недоступны для европейских моделей. С другой стороны, в такой ситуации мы покупаем кота в мешке. И даже если вам удастся выбрать машину по фотографиям с минимальными повреждениями, нет гарантии, что она доберется до вас в таком же виде, и ее не повредят где-нибудь в порту. А также в этом порту какой-то хороший человек не снимет оттуда несколько запчастей. Поэтому, заказывая автомобиль из Америки, тщательно взвешивайте все за и против. Если возможная экономия составляет тысячу или две тысячи долларов, то вполне возможно, что такой риск того не стоит. А если данное видео было для вас полезным и интересным, то поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал. Короче, вот он сказал, что есть проблема. Ну, он говорит, я без проблем закупить даже китайский капот за 4 тысячи гривен, да. Он говорит, не проблема. Ну, он говорит, а как мне этот шильдик, типа, его же не перенесешь. Фары две тоже битые. Говорят, что все на этих машинах американских. Не понятно, кто делал, ну, то есть... Уже кто-то лезет. Да, панель, типа, поменял. В Америке это не в Америке. Вполне возможно, что до этого ДТП уже была в ДТП. Не, мне кажется, чтобы создать более-менее не настолько, типа, поврежденный вид, они немножко укомплектовали его. И ты так смотришь, вроде бы оно так фотку делаешь, да. Профессионал-фотограф может, ну, вернее, который знает, как правильно ракурс сделать. Вот он сфотографирует, да вроде ничего, что там я фары подкину, там капотик, может, поменяю. А ты потом открываешь, а там о-о-о-о-о. Они там могут ходить вообще по аукциону, подмарафечивать. Подмарафечивать, чуть-чуть, да, 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 чтобы оно более-менее, чтобы ты так по фотке посмотрел. Могут шторку заправить, чтобы, когда делаешь фото через окошко, они же не фоткают внутри, там, 28 фото салона. Они же там, у них одна фотка спереди, одна фотка в салоне. Там пробег снаружи слева, снаружи справа, там, спереди-сзади. Все, там же, по сути, 9 фото, и ты по 9 фото начинаешь определять автомобиль, ну, в каком он состоянии. А они берут, там, могут эту шторку, то, что встрельнуло, обратно туда. Подушку под обшивку, да? Да, и все, а ты так смотришь на фото через стекло, вроде ничего. Да, батарею сняли? На Тесле. Аккумулятор с Тесле? Да, сняли. В Одессе. И покупил там битую Теслу с аккумуляторами, а пока сюда доехал, да, а кум там пол стоимости автомобиля. Я понял. Я понял. Продолжение следует...